Приветствую вас, Галина. Давайте последовательно разберем ваш вопрос, ваш текст, точнее, который вы написали. И начнем мы, пожалуй, с одного вопроса, где вы спрашиваете, стоит ли. Я думаю, что этот вопрос, стоит или нет, вы решите самостоятельно. Вам нужно решить этот вопрос самостоятельно, потому что сейчас в определенной степени это звучит несколько странно, что вы хотите, ну, чтобы по факту чужие люди, а мы все-таки чужие люди. Вы хотите, чтобы чужие люди решили этот момент за вас, мне не кажется это чем-то хорошим, мне не кажется это конструктивным. Мне не кажется, что вы, ну, придете к чему-то, если решения за вас будут приниматься другими людьми. Вот. Поэтому в этом контексте я считаю, что решение принять нужно вам самостоятельно. Вот. Вопрос заключается только в том, каким это будет решение. И вот здесь начинается, в принципе, самое интересное, то ради чего я решил вам записать ответ. Любовница мужа прислала письмо, в котором рассказала о них. Ну, здесь, я так понимаю, речь идет о том, что любовница мужа прислала письмо, в котором рассказала о том, что встречается с вашим мужем. Вот. Соответственно, что у них есть отношения и любили отношения. Вот. И до этого момента, пока она этого не сделала, до этого момента вы не знали. Вы не знали о том, что у вашего мужа есть любовница. И вот здесь очень двойственная история. Очень двойственный момент. А с одной стороны, я понимаю, что вам тяжело и трудно. С одной стороны, я понимаю, что вам, что для вас это травма, то, что произошло. С другой стороны, то, что произошло, свидетельствует о том, в том числе, что между вами и вашим мужем есть определенные трудности. Между вами и вашим мужем есть определенные проблемы. Между вами и вашим мужем есть некие конфликты, может быть. Понимаете? Понимаете? Между вами и вашим мужем есть что-то, что не складывается. И именно поэтому у него и появилась любовница. Именно в такой последовательности. То есть любовница появилась, потому что между вами что-то было не так. что любовница появилась, потому что между вами были какие-то трудности. У вас были какие-то трудности. И, вероятно, у вас продолжают быть какие-то трудности. Вероятно, между вами продолжают быть какие-то проблемы. И, вот, ваш муж раскаивается сейчас. И, наверное, я ему верю. Но, если не решить те трудности, те противоречия, те конфликты, и между вами что есть, что присутствуют, то раскаяние мужем не даст вам ровным счетом ничего. потому что проблемы не решаются. Вот он сейчас раскаивается, а что дальше? Что дальше? Ведь ему чего-то не хватает. Раз у него появилась любовница, значит ему чего-то не хватает, значит его что-то не устраивает. И раскаяние здесь только закрывает еще один способ удовлетворить то, что вашему мужу нужно. Понимаете? Поэтому дело здесь не в том, что он кого-то бросил, и не в том, все, он может просить прощения или раскаивается о том, что между вами что-то не так, в том, что у вас какие-то трудности, между вами какие-то проблемы. Их нужно решать. И здесь мы переходим к вам. В общем, вы говорите о животе хранить семью. Первое, что набрасывается, сперва. Это, конечно, вопрос о том, зачем. Зачем вы хотите сохранить семью? Хотите ли вы, к примеру, сохранить семью или вы хотите делать слим своего мужа? Это очень равная, надо сказать, вещь. Потому что, если вы хотите сохранить семью, то вы это делаете по большому счету для себя. Да, то есть именно для себя вы пытаетесь сохранить семью. Потому что это вам нужно. Если же вы хотите сделать счастливым своего мужа, то здесь немножко другая история. Но захоронить семью, то, что вы хотите сохранить семью, выглядит как то, что вы пытаетесь сохранить то, что вам важно. То, что вам интересно. Но не то, что важно или интересно может быть вашему мужу. То есть сохраняяя семью, вы игнорируете наличие своего мужа и его желаний. Это первое. С этим нужно определиться. Если с этим не определиться, то вам могут быть проблемы. Сальше. Вам больно. И вас задевает. Безусловно. То. То. Что происходит. Я имею ввиду. С вами. Измена. Измена. Это травма. Для любого человека это травма. И. Тонкость. Вся в том. Что вам нужно. Разрешить. Для себя этот момент. Разрешить. Разрешить. Травму. Если угодно. А. Идти дальше. Травма. Для этого вам не нужен. Не нужна месть. И прочее. Но нужно определить и проработать. То, что вам больно. То от чего вам больно и почему. Я не говорю, что это плохо, что же вам больно, я говорю, что боль свидетельствует о том, что вам необходимо поработать над собой, вам необходимо обратить внимание на себя, что у вас есть определенные сложности и трудности. Измена вас забивает. Дальше, что касается мести, то здесь ситуация такова, что мечтят всегда предателем. И в данном случае вы хотите отомстить человеку, потому что он раскаивается, что он все делает, вы понимаете, что вам хочется сделать ему больно, например. Возможно понять. Но, как сказал мой коллега, мечт означает, что ответственность за все происходящее несет только ваш мозг. А это не так. Не только. Но вам больно. И боль в первую очередь нужна праздность. В этом вам поможет психолог. Идеальным вариантом было бы, если бы вы вместе со своим мужем обратились бы на консультацию и поработали бы. Понимаете, боль другого человека никак, от слова совсем, не влияет на наше самочувствие, на наше состояние. А вот выражение и проживание нашей собственной боли напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем. Поэтому определиться с вашими собственными конфликтами, противоречиями, сладостями, страхами. Определиться с тем, что вы хотите для своего мужа. Определиться с тем, что значит для вас семья. И определиться с тем, что означает для вас измена. Вот то, что в первую очередь нужно сделать. А дальше, дальше вы уже решить, как будете поступать. В конце концов, если... Вы... Вы... Будете... Продолжать... Считать... Что... Мужчина... К примеру... Заслуживать смеши. То лучше это делать без обмана. Потому что любой обман, имеет свойство, со временем, раскрываться. Мне бы не хотелось, чтобы... Мужчина знала, что вы его обманываете. Если все искренне, если у вас действительно появляется любовник, у вас появляется другой мужчина, и вы... Хотите с ним взаимодействовать, например. Ну, в этом ничего плохого нет. На определенном отрезке времени. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация решится самым лучшим образом.